В зал заседания Вадим Жерздев заходит в сопровождении конвоиров. С момента задержания главы администрации Новомосковска, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, прошло менее суток. Накануне Жерздева допросили, он дал признательные показания. В качестве одного из доказательств предъявлена аудиозапись телефонного разговора. Из результатов уровня, в частности, телефонных переговоров, видно, что в ходе звонка Жерздев убеждал отказаться от участия в аукционе, ссылаясь на то, что там еще жить в этом городе. С учетом авторитета, которым обладает обвиняемый, свидетель этого испугался. По мнению обвинения, Жерздев может оказать давление на свидетелей или покинуть страну до вынесения приговора. Поэтому прокурор настаивает отправить чиновника в СИЗО. Сам Жерздев просит о домашнем аресте. Суд оказывается на стороне обвинения. Чиновник лишь успевает дать несколько напутствий своей супруге. Себе банковский надо кредит заплатить, скажи, Лешке он знает, как это делать. А вы держитесь, давайте вместе. Съездить надо, съездить обязательно. Ну все, не ешьте нос. Ну все, давай. Не ешьте работе, а мальчик. Исполнять обязанности главы администрации Новомосковска временно будет заместитель по ЖКХ и дорожному хозяйству Марьяна Никандрова. Сам Жерздев проведет в следственном изоляторе два месяца. Максимальное наказание, которое ему грозит, четыре года – лишение свободы. Илья Логинов, Игорь Щепотиев, Новости Тулы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова